Попутчик Назад Владимир Коваль Путешественник Большой знаток Сибири Фотохудожник по совместительству Сидел уже в этой студии Владимир Гриневич, оператор постановщик телеканала Автоплюс Человек, которого вы впервые видите Он появился по эту сторону кадра на нашем канале Но Они не зря здесь, потому что Это часть Нашей экспедиции Москва-Тикси Москва-2009 Уже вторая экспедиция в Тикси И вот эти достойные люди будут В том числе представлять И канал Автоплюс, и вообще Москву На Довольно большом Отрезке пути 11,5 тысяч километров в одну сторону, 11,5 тысяч в другую Здравствуйте, Владимиры Здравствуйте Владимир Коваль, Владимир Гриневич Дорогие друзья, сегодня глупо задавать вопросы Людям, которых я давно знаю И по теме, к которой я тоже имею прямое отношение Поэтому Звоните вы, мы ждем с удовольствием Ваших вопросов А мы вам будем давать пищу для размышлений Так сказать, обмениваясь некоторыми впечатлениями От нашей первой экспедиции Вокруг Байкала-2008 И говоря о том, что предстоит нам В этой экспедиции Чем она отличается Это новая экспедиция Москва-Тикси-Москва-2009 Вот Общего, пожалуй, направления Общего то, что Одним из организаторов И идеологов этой экспедиции Выступил телеканал Автоплюс Так что Традиционно поощряем Самые интересные звонки Вот этим комплектом Это одни часы Да, разделенные на Секундные и минутные Так сказать, циферблаты Вот Это фирменный наш сувенир Телеканал Автоплюс И лучший вопрос недели Мы поощряем Вот этим сувениром Так что звоните Пишите СМС-портал Тоже к вашим услугам Пока вот ни о них Каких сообщений нет Кое-что мы почерпнули С нашего форума Кое-какие вопросы Но пока давайте начнем С того А зачем вообще мы едем Вот это, наверное Самая интересная история Потому что Каждый из нас смотрит Это по-разному Вот Для меня, например Принципиально доехать На абсолютно стандартном Автомобиле Не прошедшем Никакой специальной подготовки До берега Северного Ледовитого океана В, так сказать В северо-восточную Часть нашей страны Проехав маршрут По самому Наверное Экстремальному Да не самому Это вообще признанная вещь Что вот Северо-восточная Якутия Это самый экстремальный Регион вообще Для путешествий В мире Да, если не брать Еще Антарктиду, пожалуй В случае Из самых красивых, наверное Из самых красивых, да Володя Ей за красотой Как большой художник Да, ему хочется Вот этой вот Эстетики Да Потрясающих совершенно Красок Которые в общем На самом деле При первом взгляде Являются черно-белой картинкой Да, реально там Да, я хотел рассказать Что удивительно Казалось бы По всему прочему То, что там Основные цвета Это белый Серый Изредка можно найти Голубое небо Да Вот Но В определенных Солнцах Там как-то и Солнце вроде Невысоко поднимается Но иногда бывает Осветит так Вид, местность Да, что Просто замираешь И Некоторое время Просто хочется Стоять и смотреть Истина в оттенках Вот Да, это знаменитые И в нюансах Это Я до сих пор не забуду Помните В прошлом году Когда вот этот Театральный свет Возник Это когда Белая поверхность Снега Сверху Накрывала Черная Сизая Такая Свинцовая туча И где-то на горизонте Была узкая полоса В который раз Попало заходящее солнце И этот оранжевый цвет Он осветил так Что это просто Было фантастико Может мы сегодня Еще увидим эту картинку Потому что сейчас Наши режиссеры подготовили Нарезку по видео С прошлого Да С прошлой нашей поездки Вот В прошлый раз Владимир Иванович Нам рассказал Очень много о том Что мы оказались Практически в зоопарке То есть в большом Открытом зоопарке Да Где люди в клетках Железные Да В машинках передвигаются А звери на природе Я не помню Сколько мы тогда Успели посмотреть Видов различных Живностей Но Про бородача Я помню Вот эту историю Да Это бородатая неяса Эти совы Которые там Нас окружались Целые Как говорится Стая громадная Потом у нас были Белые куропатки Многочисленные Что у нас еще были Большие Большие черные вороны Глухарь И один раз Я чуть не сбил Полярную сову Отлично помню Она с сугроба взлетела И крылом по стеклу провела Да Лобовому Ну зайцы это не считается Это тоже так Это не дичь Зайцев больше чем кошек Меня больше всего еще в этой истории Интересуют люди Правильно Вот Удивительная вещь Это пространство Которое на карте Вот например на карте автомобильных дорог Это просто белое пятно А там нет официальных автомобильных дорог Да Поэтому просто белое пятно На так сказать Даже более-менее крупных атласах Ну указаны там Населенные пункты На расстоянии там Две тысячи километров Друг от друга Наиболее принципиальные Да А ведь Ты проезжаешь И каждые даже тысячи километров Может быть каждые Шестьсот Семьсот километров Встречается поселок Встречается Так сказать Там метеостанция Да И там живут люди Я знаю что Вот Владимир Иванович получил Недавно письмо Даже из поселка Сайды С теплыми воспоминаниями Да Че пишут? Пишут что Много разных экспедиций Там и иностранных И геологических Проходили через этот поселок Но наша экспедиция Запомнилась наиболее Как бы ярко И они Как бы Даже не знают Увидят ли нас снова Но надеются на это Ну я тоже надеюсь Что мы доедем снова Доедем до Сайдов Тужи доедем До Тикси на самом деле Нам деваться больше некуда Да я как раз хотел сказать Вот ты говоришь Какие цели Во-первых Потому что мы просто Не можем не ехать Это уже первая цель Потому что мы в прошлый раз Отступили Как бы не потому что Не могли доехать Мы просто не вернулись Потому что наледи пошли Тогда было 4 колеса Сейчас Да Сейчас мы стартуем Почти на полмесяца раньше Будем двигаться гораздо Я думаю надежнее и быстрее Вот И в этот раз Как бы Мы должны доехать Ну да Просто напомню нашим зрителям Что в прошлый раз Мы не доехали до Тикси 290 километров Пройдя 11,5 тысячи Очень было обидно Разворачивать оглобли Но это была Вынужденная мера Потому что наша задача Была проехать Москва Тикси Москва То есть вернуться В Москву Да На автомобиле И с целым Здоровым экипажем Вот Собственно говоря Что мы и сделали Да И машина вернулась Целостью сохранности Да И что самое поразительное Она в общем Ну После этого еще ездила По Москве Да И когда мы спросили Так сказать После того как машину Загнали на сервис А что собственно делать Выяснилось что Да Делать ничего не надо Меняли лампочки Там колеса Да Вот В связи с этим Мы просто сейчас Действительно не имеем права Не доехать Потому что едем мы сейчас Там мы ехали В четвером в одной машине Да Сейчас мы едем Гораздо лучше упакованные Комфортные Да Машин будет три И Ну собственно говоря Экипировка наша тоже По сравнению с Машина может приподниматься Да Она одинаково хороша И для шоссе И для тундры Да Значит По поводу По поводу автомобиля По поводу автомобиля Да Значит Вот Мерседес Бенц МЛ С оффроуд пакетом Это была принципиальная история Что был оффроуд пакет Потому что в этой ситуации Машина может Подниматься И дорожный просвет Составляет 31 сантиметр Мы Попробовав В прошлом году Поехать на машине С мостом И понимаешь Наверное Мостовые машины Для тяжелых условий Предпочтительней И все Мы поняли На собственном опыте Что если бы у нас Было плоское днище И дорожный просвет Был чуть побольше Копать бы нам снег Пришлось бы несколько реже Это уж точно И поэтому Уже выбирая автомобиль Для этого путешествия Мы понимали Что нам нужен Автомобиль С независимой Полностью Независимой Подвеской Нам нужен Автомобиль Который Мог бы Изменять Дорожный просвет Потому что Идти по трассе Нужно тоже быстро И машина Должна Дойти до Хотя бы Якутска С максимально Возможно Быстрой С максимально Возможной Скоростью А в этом случае Дорожный просвет Должен быть Наименьший Потому что Центр тяжести Машин должен быть Ниже После этого Машина лифтуется И дальше уже Кроме того Она должна иметь Понижающую передачу Обязательно Блокировки Как минимум Центрального И заднего дифференциалов Но самое главное Повторюсь Плоское днище Максимально большой Дорожный просвет Вот В связи с этим Выбор пал На автомобиле Mercedes-Benz И собственно На этих машинах На трех машинах С дизельными моторами Мы и поедем Про Шереметьеву Можешь сказать Как она ползет Да Были проведены Испытания уже Но собственно говоря Наши зрители Они в автомобильном Продвинутые люди Поэтому в автомобильном плане Поэтому они представляют себе Если машина обладает Такими характеристиками То действительно Она будет ехать Но самое главное Мы должны подчеркнуть Что это абсолютно Стандартный автомобиль Он не имеет Никакого тюнинга В принципе Это он весь Вот Все что в нем есть Это из списка опций Предлагаемых заводом Изготовителем В том числе Автономка Вебаста Которая стоит Это автономка Которую опять же Можно поставить Прямо на заводе Да Мы тут ничего не мудрим То есть ничего Абсолютно С этой машиной В смысле тюнинга И специальной подготовки Не делалось Это абсолютно стандартная машина Равно как абсолютно Стандартные Мишленовские шины Кстати Altitude Абсолютно стандартные шины Повторюсь Которые вот Даже по некоторым Характеристикам В общем Работают на Более высоких Температурах Чем планируется у нас Но посмотрим Опять же говорю Мы берем абсолютно Стандартные вещи Хотя конечно Наверное имело бы смысл Ради тех условий Что-то изменить Но нам нужно Доехать еще По асфальту А как показала Практика прошлого года Не все что Приспособлено Для дикого бездорожья Имеет хорошо По асфальту ездить Вот И А ну еще вредно Для здоровья Я хочу Да Потому что Владимир Да Имеет большой опыт Езды в таких автомобилях На дальнее расстояние После чего Мается спиной Не ну я Выздоровел Я выздоровел Выздоровел Да С помощью шаманов Нет Да Кстати мне Байкальские амазонки Там тогда Помогали что-то там Они пытались Полечить меня Это нет Тяжело Тяжело ехать Именно на На жестких Огромных колесах Вот И Такой длинный путь Сколько примерно Получилось Около Там полторы тысячи Только Восемь наверное Да У нас получилось Тысяч восемь ехать По асфальту Это шумно Это жестко Это Не только по асфальту И по гравийкам Асфальт гравий Да Скажем так Да И плюс ко всему Что и расход топлива Увеличивается И все что угодно И самое интересное Эти колеса Колеса стачиваются Да Колеса стачивались Нереально Они До по-моему Мы когда их проверили Они у нас В Улан-Удэ Да В Улан-Удэ Было обнаружено Что уже 50% износ Ну естественно Да Поэтому Это что к туда Да Поэтому Выбираем стандартные шины И на стандартных шинах Поедем всю дорогу Да Если это получится То ведь Ну здорово Значит мы еще раз докажем Что по России Можно ездить на обычной машине Надо бояться этого Да Просто нужно иметь Крепкий коллектив Нужно иметь Голову на плечах И ну некий запас Там Инструмент Кстати Мазда тоже Вот на которой мы ехали Потом основной Самый тяжелый участок Да Она была БТшка Тоже абсолютно стандартная И тоже на абсолютно стандартных Шинах Туда стояла Нокиха Капелита Там Вот Что касается дороги Вот ожидаете ли вы Дорогие друзья Что-то нового Увидеть в дороге Либо для вас Маршрут уже По которому уже ездено Неоднократно Уже является некой Такой просто Обязаловкой И отработкой Нет Во-первых Ай извини Значит Во-первых Во-первых Мы ожидаем того Что уже даже Когда мы возвращались Мы заметили Что Многие дороги Интенсивно Ремонтируются Кладется новый Там Асфальт Например Вот чтобы не ехать Через Казахстан Мы пробирались Там какими-то Непонятными дорогами Да А сейчас Уже на обратном пути Там ее делали А вот вы уже съездили Уже там нормальный асфальт Я надеюсь Что еще было Несколько участков Где Как бы над дорогой Явно следует поработать Где просто на бетонных плитах Я прошел летом Этот путь весь Специально посмотреть Как нам ехать Потом уже По зиме Это лед Это лед Это переправа через Лену Кстати говоря Это зимник через Лену Причем нелегальный Первый зимник Официальная дорога Кончается в Тополином А дальше просто Дотик С километражом Да Уже официальная часть Начала зимника Через Лену А первая часть Была неофициальная Короче Народ просто проложил Да Вот И там горишники Стоят не пускают Никого Но нас пустили Да И вот начинается Магаданский Коколымский тракт Коколымский тракт Страшное место Конечно Потому что Остатки еще зон Так сказать Вот этого Артеколога На костях вся дорога Да Да Вот Но вернемся Попозже Чуть о маршруте Еще поговорим Да Потому что Что вы ждете От этой части дороги Пока От той части дороги Которая проезжена Езжена многократно Вот Есть ощущение Что Поехать вспомнить Былые места Для меня Этот маршрут Уже будет В третий раз Я поеду По этому маршруту Я Первый раз Когда ездил Два года назад Проехал От Москвы До Владивостока На машине Я пятой точке Понял Господи Какая же у нас Большая страна Ощутил Это все Я никогда не забуду Когда мы ездили В Владивосток С немцами В Москву В Владивосток Немцы были И немцы Тогда задали вопрос Слушай Сколько ехать Еще Ну сколько Дней Пять Нет Ну а так Вот километров Ты знаешь Старик Тут не в километрах Меряют Тут меряют В днях А в неделях Поэтому вместо спидометра Клади календарь Ставь крестик Можем напомнить У нас был день Когда мы за 16 часов Проехали 30 километров И был день Когда мы за 14 часов Проехали 1350 Вот вам Это день День на день Да И там и там Время почти одинаковое А километраж В 50 раз отличается Все тут Тут есть путь Ну да Направление некое Которое мы выбираем И время там Как бы останавливается Или меняет свой ход Вопрос Самарской области Берете ли вы с собой Запасные детали Если да то Какие Позвольте себе ответить Потому что как бы Да я Вот Значит Берем мы с собой Естественно Запасные фильтры Как воздушные Так и самое главное Топливные Хотя солярка Там В тех краях Очень приличные И Сейчас про солярку Поговорим Но бодяжить солярку Это подписать Смертный приговор В прямом смысле слова Вот Если узнают Что там Человек забодяжил солярку С таким человеком Идут на охоту И вот вдруг Неожиданно Случайно Съедает Поля говорит Упал То с яра Вот Незадача Полянители Колеса Да Запасные колеса Мы с собой берем По два колеса У нас идем Да По два колеса На машину запасных То есть всего в машине Шесть колес Ну четыре стоят Две запаски Вот Что касается Еще запасных деталей То Домкраты Да Ну это уже инструмент Да То есть в принципе Вот по запасным частям Все Потому что В общем Ну понимаете Что смысла нет Ремонтировать машину В таких условиях Вот Ну будем надеяться Что автомобили Они Поведут себя Адекватно А во всяком случае До Иркутска все покажет Да Тем более Что в Иркутске У нас будет первое ТО Вот Где будет заменено Масло На арктическое Вот Тасол Тасол Да Вот Поэтому Все это будет в Иркутске До Иркутска все будет понятно Но в общем Машины абсолютно новые Машины сделаны специально По нашему заказу Вот с учетом наших опций То что мы просили Вот Поэтому я думаю Что с машинами Никих проблем особых не будет Если с ними правильно обращаться Да Больше всего Нас интересует Как будет работать Пневматическая подвеска Автомобиль Как она будет менять дорожный просвет В условиях низких температур Вот это самое для нас интересное Да И как будет работать Так сказать Вот этот электронный полный привод Весь Так сказать Все эти электронные системы Хотя блокировки Дифференциалов там Механические Слушаем звонок Здравствуйте Как вас зовут Откуда вы Алло Здравствуйте Здравствуйте Андрей Да Вы меня слышите Да Слышу вас внимательно Ну вот Я хотел бы вас Пригласить Не надо ездить Не надо ездить На Дальный Восток Зачем вам На Дальный Восток Вы приезжаете В Курскую область А Баянский Восток Вы пропадаете Алло Плохо слышно Село Бапино И что дальше Село Так Что там делать Вы пропадаете Мы вас не слышим К сожалению Вас не слышим Да Я понимаю Примерно Может быть я ошибаюсь Но Как бы Притворяю Остальные вопросы Наша задача Не лезть в бездорожье Это можно сделать В Московской области В Талдомском районе Залезть в лес И из него два дня Вылезать на лебедки Не в этом суть Напомнить Что там люди Везде живут Вот суть в том Что к другим людям Приехать Приехать на другую планету Вообще И добраться Из точки А В точку Б То есть у нас есть Конечная цель Мы не едем ради того Чтобы ехать Конечно дорога тоже манит Естественно У нас есть еще и цель Которую мы хотим достичь И есть люди Которые нас ждут Именно там И которые надеются На то что мы Приедем Вот Поэтому Я почему-то вспомнил Сейчас Вспомнилось мне Я за рубежом Наблюдал По телевизору Смотрел прогноз погоды А они по всей планете Они делали прогноз погоды Австралия Там Индия Африка Северная и Южная Америка Все-все-все-все Чуть-чуть Россию захватывают Но почему-то Вот то место Они даже не доворачивают Компьютерный шарик Что показывает Что там тоже есть почва То есть они показывают Там пустые белые Да-да-да И они не считают Что там Мне кажется Вот я как-то даже По-моему Немке какой-то Или австрийке Рассказывал про то Что вот про эту экспедицию Показывал фотографии Она спросила Где Я открыл карту Значит в интернете Нашел Показал И стало дурно И она ушла Больше она вопросов Не задавала Потому что Она не верила в то Что как-то туда Что там еще что-то есть Это правда Это как другая планета Там это вообще нереально Ну вот планета другая Вот правильно Владимир Владимирович Что вспомнил про людей Которые там живут Меня поразило Вот в поселке Сайды Сколько Иванович Сколько там людей 743 Да Меньше тысячи людей Зато сколько детей И все какие счастливые Радости Поразительно Оставь 743 не в поселке А в муниципальном образовании Это размером Больше Бельгии Площадь Больше Бельгии Больше Бельгии Больше Да Площадь Большей Бельгии Там живет 743 человека Из них 741 в поселке Сайды А два Где-то в тундре Как он сказал Да Глава администрации Меня поразило Да Меня поразило Обилие детей Счастливых Улыбающихся Жизнерадостных Да И мы попали там На один очень интересный Сабантуйчик такой Был концерт Самодеятельности Где пели С десяток девочек Разного возраста Разного роста Да Разного роста На якутском языке Какую-то народную песню Но они все были Одинаково одеты Причем платьицы Были пошиты На каждую из них Специально И это происходит Все среди Абсолютной тундры Где полтора месяца Всего существует Навигация Где успевает Один раз прийти баржа И уйти И больше связи Никакой нет И люди там Заботятся о том Чтобы дети на концерте Были в одинаковых платьицах Мне эти платьицы Меня поразили просто Кто-то заморочился Привезти ткань Кто-то снимал размеры Кто-то вот краил А там же еще было Спортсменов Мы встретили Тоже какой-то детский был На улице минус 25 На улице На улице минус 30 Здесь уже где-то Под 30 Да было Вот Это отдельная тема Сейчас про дальнобойщиков Вообще про то Как ведут себя люди на дороге Мы поговорим Про братство Это да Сейчас послушаем Звонок Здравствуйте Как вас зовут И откуда вы Меня зовут Александр Я сам с Дальнего Востока Очень приятно Александр Да дело Я с Дальнего Востока Благовещенка Благовещенка Замечательный город Вы там были Я бы хотел бы Вот вас так показывать Тему затрагить В общем неплохую Что Наша страна Она такая большая Едем проезжаем Много красот Таких мест Хороших И тем не менее Что Говорите Вот такие поселки Африки Ну Очень Такая у них неча Просто такое пожелание Больше Как бы Ваши передачи Освестить Вот эту Проблему Нашей страны То есть Стараемся Да Мест проживания Стараемся Стараемся Да Мы стараемся И стараемся показывать больше Стараемся больше ездить Стараемся бывать там Где Вообще не ездят Да Вот Сейчас мы вокруг Байкала объехали Вот По местам Так сказать Где с 83 года Даже зимника не существует уже Вот Ну Сейчас вот сюда поедем Еще придумаем какие-то маршруты Владимир Иванович Там В голове много Всяких интересных информаций Относительно Сибири Мест падения Тунгусского метеорита И так далее Вот Но пока давайте про Байкал Давайте про вот Вот те самые Да То самое вот Дорожное брасло Потому что меня честно говоря Поразило просто отношение людей Вот К Нам Да В частности водителей Вот этих вот Так сказать Сумасшедших автомобилей Которые Уралов и Камазов Да Которые там с другим Передвигаются Я был поражен другому Да Что когда вот Ну собственно Вам лучше мне расскажете Потому что Больше общились Как меняется настроение По мере того Куда леешься от Москвы Да Ну Меняется настроение Отношение Меняет Отношение Да Уже за Уралом Прочискивает геометрической прогрессии И уже оно так раз И уже идет вот Ровно Все спокойно Нет Да я имею в виду Что никто из Москвы Когда ты уезжаешь Тебе все говорят Да ты сумасшедший Ты не доедешь А там ты встречаешь Вот такого Ни один человек не сказал Да Водители Мужики молодцы Приехали к нам Да Давайте А потом поняли Что все нормально Вот это самое поразительное Да И очень важный момент Вот Такое ощущение Что вот Ну Вот у нас как-то По-разному что ли Рождаются Вот люди Которые сидят за рулем Потому что например там Ну Ты настолько расслабляешься От того что Любой человек Едущий тебе на встречу Он обязательно остановится Обязательно спросит тебя Как ты Ты обязательно расскажешь Как он Обмен информацией Да Моментальный По дороге Да При этом Ну что такое Хамство за рулем Я думаю там вообще просто Нет такого понятия Представления Потому что настолько Ценность человеческой жизни Ценность вообще человека Присутствие человека Там да Ты можешь ехать Полдня День И никого не встретит День Никого не встретит И вдруг раз машина едет На встречу Праздник же Праздник 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 общения Постояли Погурили там Все Поговорили Замечательно Обменялись информацией Какой-то Как что А я сейчас вот смотрю Мне так это очень интересно Понравилось Вот сейчас показывали Прошлогоднюю Мазду Едет одинокая Позимник И вот сейчас мы видим Москву Да Я вспомнил одну историю Когда мы Ну это еще не в Якутии Это было в Где-то На подъезде Нет Это было где-то На подъезде К Красноярску Или еще Прошу тебя прощения Нам звонят с Ямала Просто у людей Дорогие Телефон платить Да Слушай вас Здравствуйте Как вас зовут Откуда Откуда с Ямала Понятно Как вас зовут Вот Алло Здравствуйте 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 Я наконец-то Дождался вас Я вот сейчас смотрю Он немножко С опозданием идет Мы через спутник Я так понимаю Да-да Я звоню С полуострова Ямал Сейчас Очень приятно Наверное В школе Все иногда Изучали С полуострова Но и все Никто никогда Не думал Что кто-нибудь Где-нибудь здесь Окажется Да-да Слушаем вас Сорвалось Здравствуйте Еще раз Здравствуйте Вопрос ваш Да Вы очень много Рассказываете Про какие хорошие Дороги есть Какие хорошие Дороги в России Есть Вот Но мы здесь Едем вообще Без дорог По зимникам Понятно Мы тоже едем Туда где без дорог Мы там ездили уже Да А вот Здесь Ну приедьте к нам Вот Где-то кто-то Мне сейчас Немножко так науку Как будто Какая-то мушка Жужжет По зимникам По зимникам Конечно Да По зимникам Ага С удовольствием Ну с удовольствием Ямал для нас тоже Да История хорошая Мы вот в этом году До Тикси доедем А в следующий год Попробуем Уже добраться И до Собственно Ямала Кто нам мешает Да Вы знаете На наш век там хватит У нас на зимников хватит Да Хотя я вам скажу Честно говоря Что местами Вот зимники Да Вот Удовольствием Было ехать По реке Идешь 130 По льду на шипах Никаких проблем Отлично Закрыл глаза Как будто На катере По фарватеру идешь Кругом у тебя еры Красота На самом деле Так что зимник Зимнику тоже рознь А иногда и асфальт Хуже чем Любой зимник Намного хуже Вот Вот интересный вопрос Нам задают А почему вы ездите зимой? Там же холодно Говорят нам люди Все понятно Объясни Почему Вы объясните Вы старший Опытный Потому что зима Потому что летом Там можно только плавать Нет И во-вторых Очень Наши северные территории Это болото В основном Некоторые от Айге Имеют очень такое Превратное впечатление Что это много-много леса Толстые деревья И грибы растут Да Медведи И все Зверье На самом деле Это очень редколесие Очень много озер Болот Топий Кочек Листиницы Да И деревья Которым 200 лет Имеют толщину Там 8-10 сантиметров Вот То есть они растут Очень тяжело Борются за свою жизнь А тундра Это вообще Чистые болота Там можно только На Замерзшие болота Да А поэтому Когда наступает Владычица зима И она там Властвует 8 месяцев В году Из них 5 Люди имеют возможность Съездить Значит можно ездить Именно вот По замерзшим Болотам Дорогам Где просто Летом просто нельзя Проехать Ни на чем Ни на чем Да Это только на вертолетах Но это дорого Это дорого Там же они как Они же затариваются Допустим зимой Они запасаются продуктами Там завоз 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 Потом у них Начинается вот Весна Успевают Если хорошо Если в городе Есть самолет Аэродром Ну на всякий случай Можно привезти А вот как сайды Они же вообще Отрезаются На несколько месяцев От мира всего Потому что Лед еще не вскрылся Ехать по нему нельзя Вот А самолет Там не переедет И ничего И поэтому Они ждут Когда откроется река И уже по реке Там доставляют И открывается Она не совсем Ну она там Месяца на два По-моему Да Месяца на два Навигация не больше Полтора месяца В сайдах Полтора месяца Навигация Успеет одна баржа Успевать прийти Да Все остальное Вот И поэтому Конечно Грузовики Которые возят Там несколько раз За вот этот вот сезон Несколько раз Он по зимнику пройдет Несколько раз Что-то привезет Это большое подспорье Да Потому что Если вспомнить цены Например В Батагае На продукты То дорогие друзья Раза в три 60 рублей За литр молока И 750 рублей За килограмм винограда Да Он там есть Такой в виде изюма уже Но по 750 рублей Поэтому и Так сказать Бутылка пива 110 рублей стоит Да Отечественного причем Поэтому Там непросто жить И выживать там непросто даже У нас звонок Снова с Ямалом Послушаем Здравствуйте Я сейчас реально На Ямале Реально На Ямале Да Вы нас говорить не хотите Нет Вы пропадаете Вы пропадаете просто Вы пропадаете Вас не слышно К сожалению Вот сейчас снова нет Вот снова вас нет Ну как я пропадаю Это у вас Это у вас Московская связь Это блин Глюч Это у нас Вообще нормально На Ямале Вообще Объяснил Вот сейчас Слышим Сейчас мы вас слышим Да Вопрос ваш Что вы хотите спросить Мне кажется Задержка сигнала Я хочу вас спросить Когда вы к нам На Ямал приедете Вот вы Реально Испытываете Какие машины Вот приедете На полуострову Ямал В самый разгар Мороза Наших Вот Самые морозы Приходятся Где-то в февраль месяц Там фурган Наверное Вот вы говорите Как все прекрасно Как все хорошо Сейчас вы так Все это расписали А вот Встретите вот к нам Посмотрите Как люди здесь живут Как работают В каких условиях Эксплуатируется Этот автомобиль У вас же канал Автоплюс Вы же посмотрите Как Будем планировать Если представится Такая возможность Так мы С удовольствием Это сделаем Мы запланируем себе На будущий год Поездку на Ямал Никаких проблем Мы в этом не видим И собственно говоря Мы рассказываем О разных регионах страны До Ямала доберемся И мы показываем Как живут люди Как им непросто И как этой технике Непросто А что касается людей Которые живут В ваших краях В Якутии На Ямале На Таймыре Я бывал на Таймыре Это потрясающие люди Совершенно уникальные Помню как мужики Рассказывают Они за 3 часа На морозе Минус 53 Перебрали мотор Камаза Который стуканул Камазовский мотор Мы говорим А что вы так быстро В общем-то А медленнее нельзя Замерзнешь Да поэтому Минус 53 Минус 53 52-53 было И люди за 3 часа Перекидывают просто мотор Полностью Это в общем Это серьезные люди Это настоящие люди И вот в этом смысле Очень грустно Всегда из этих мест Как ни странно уезжать Птицы летят на север Да Вопросы С сайта Андрей Как ваша жена Относится к вашим путешествиям Патентрская область Относится Почему вы испытываете иномарки Поддержите советский автопром УАЗ или НИВА Объясняем Почему мы не поддерживаем Отечественный автопром В такой ситуации Первый момент Это отсутствие Повторимся Для данных конкретных условий Пригодных автомобилей Отечественного производства Нам нужны машины С изменяемым дорожным просветом И полностью независимой подвеской При этом имеющие полный привод И блокировки центрального заднего дифференциала Таких автомобилей Отечественная промышленность не выпускает Ну а даже если бы выпускала То все-таки честно скажем То наверное мы бы может быть И взяли одну такую машину Только в паре с другой машиной Проверенной временем Да потому что опыт общения С продукцией Ульяновского автомобильного завода Увы говорит о том Что некое самоотречение Нужно чтобы передвигаться В одиночку на этом автомобиле Холодные они все Вот эти уважники Они безумно холодные Ну вопрос даже не в комфорте Иван Иванович Вопрос в том Да что просто можно встать Можно И все Либо нужно везти У меня был знакомый Один фотограф Ваш коллега Человек ездил В Тюмень ездил На Ямал ездил На ГАЗ-69 Только он ездил один И здесь автомобиль у него был Завален фотоаппаратурой И запасными частями И человек вез с собой Запасную коробку передач И запасную раздатку Потому что Случиться может всякое То есть у него был Второй автомобиль с собой Мы не можем себе позволить С Жене такую росту Ехать на УАЗе Допустим На той же Буханке Или еще что-то Вот мы сейчас на Байкаль Вот ребята ездили в УАЗе Они ездят сколько там У них от поселка до поселка Да, там уазики бегают Раз, раз, раз Но махнуть на УАЗе Допустим От Москвы Вы уверены Кто задавал вопрос Что машина доедет До Красноярска Ну она не доедет До Красноярска Просто так Она доедет Конечно Доедет ли человек Допустим Не получит травму шеи Компрессионный удар Позвоночника Или еще что-то Надо признать Что у вас патриот В этом смысле машина Более-менее пристойная Да И в плане комфорта Она не может ездить спокойно Все этой техники Да Она Не прогнозирует Да К сожалению Не прогнозирует Не прогнозирует Сколько тестов было У АЗов Да И вот собственно говоря Отчеты о наших тестах патриотов Вы сейчас можете В настоящий момент Смотреть на канале Автоплюс У АЗе патриот дизель У АЗе патриот пикап Вот Совершенно непредсказуемые отказы Причем у разных автомобилей Разные То есть Вот нельзя сказать Что вот есть какая-то болезнь У машины Славое место Нет Но вот здесь одно накрылось Здесь другое накрывается И в самой неподходящей Выходишь Именно поворачиваешь ключ И в этот момент Выбивает предохранитель Который занимается Обогревом зеркал Заднего стекла И печки Звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут И откуда вы? Алло Мне? Да Здравствуйте Как вас зовут И откуда вы? Я Сергей Работаю На Ямале Как раз Семенская область Так Нам звонили только что С Ямала уже Да Ну чуть южней В Новом Белгое Вот Да Самое страшное Вот вы говорите Что Все там Все хорошо Самое ужасное Вот Уралы Почему? Вы пробовали В них жить Работать Особенно на севере Мы не пробовали Но мы видели Эти Уралы В работе И мы видели Людей Близко с ними Познакомились Которые на этих Уралах ездят Мы параллельно Практически шли С двумя Уралами Которые шли Позади нас Правда Они шли на Тикси Из Якутска Из Якутска Да И мы с этими людьми Много общались Мы много смотрели На то Как они работают Да Это нелегкий труд Мы согласны И более того Они очень сильно Жаловались На надежность Автомобиля И Половина тех денег Которые они зарабатывают За пять месяцев Они потом тратят На восстановление машины К следующему сезону Это правда Вот В том-то и удела Что это ужас Это В них невозможно работать Это Самое хорошее Это Крас можно Было Вот Сейчас МАЗ Поставляет нам Технику Вот это Действительно Можно в них Работать И жить Потому что На севере Именно живут Люди Ну мы тоже Жили в машинах Мы это Хорошо Представляем Правда Есть Тебе позволить Такой сарказм Преимущество Ты Встаешь Просыпаешься И ты уже на рабочем месте За рулем Не надо Никуда выходить Одеваться Ты уже раз Проснулся За рулем Но это единственное Что может радовать Эту ситуацию В остальном Конечно Согласны Но вот Интересно Что в Якутии Нет даже МАЗов Мы не видели Там только КАМАЗы Полноприводные И Уралы И КРАЗы КРАЗы полноприводные Еще Были КРАЗы Все Больше Причем КРАЗы старые В основном все Они же Люди работают На себя Человек не может Себе в Якутии Купить Позволить Новый Хороший Они все мечтают О КАМАЗах Сайгаках Они говорят Вот я бы КАМАЗ Сайгак Я бы вот это А я не могу себе позволить Ну вот все эти машины Вот остатки Это руины Так сказать Перевалочные станции Перевалочные станции Да Гостиницы для длиннобойщиков Столовый Для ремонтников Вот собственно Вся эта техника Осталась еще с времен Когда все это работало И вот можете представить Мы зашли тогда Вот в эту столовую С Володей И вот все Да Вот люди ушли отсюда навсегда И последнее Что стояла Бутылка водки Она была Зеленая Еще Зеленое стекло И с этикеткой Минпищепром РСФСР Водки То что Как бы Якута настаивали Чтобы мы делали И мы понимали Что это делать необходимо А вот и люди Вот и солярка Кстати Да Солярка Да Вот Заправились Кстати к вопросу Да А вот Сурала сливаем Да 70 литров Топлива Не вопрос А ребята Костромские Потому что В Костроме Как они говорят Вообще делать нечего Приехали сюда Здесь хоть зарабатываем Что-то Что-то пытаемся заработать Как-то ездим Вот И не первый год Они уже там Собственно говоря Трудятся Люди разные Какая-то вот Планета Которая привлекает Батагай Батагай Да Это Батагай Который казался Нам на самом деле Крупным Когда мы возвращались Обратно просто Нью-Йорком Там есть интернет Парижем Лондоном Да Там есть магазины Аэропорт Да Вот На самом деле Очень небольшой поселок Из 10 тысяч человек Население бывшего Осталось сейчас Только Меньше трех тысяч Там уже А раньше Это была столица Серебряно-оловянная Столица Якутии Да Тут трудник вот рядом Да Это остатки Горнообогатительного комбината Который был построен Заключенными В начале Сам 40-х годов Во время войны Строили все это А помните Как они подходили Спрашивали А вот это 177 Это как Это что за регион Да Это что за регион Потрясающе Звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут И откуда вы Алло А слетел звонок К сожалению Очень жаль Но Удивительно Что действительно Все познается В сравнении И вот Когда ты приезжаешь Ты видишь Вот она Вот тот самый Театральный свет О котором Владимир Говорил в самом начале Все равно Вот не то А это Потому что Чуть позже Мы вот где проезжали Где ледяные нагробы У поселка Вот мы подъезжали Когда мы подъезжали Там солнце опустилось Сейчас оно еще Чуть-чуть Не дошло Вот сейчас солнце Выглядит Как раз Вот эти ледяные Кстати Вот эта глыба Это Заготовка воды Да Заготовка воды Они складывают Рядом с домом Как дрова То есть рядом дрова И вода Две полени Это водопровод Это водопровод На самом деле Да Причем вода Естественно чистейшая Это выпиленный лед Вода чистейшая Никаких проблем нет Такое ощущение Что вообще Вот это все Очень стерильно Вот солнце выходит Это абсолютная стерильность Там наверное микробов Вообще не выживают Помыли машину в Якутске Да И все И после этого Автомобиль сколько ездили А он чистый У тебя чистая обувь У тебя чистые руки Ну вот это удивительное Какое-то состояние Которое совершенно забыто Уже в Например в крупных городах В наших особенно До Урала Да Вот в Москве Вот это сказать То что южнее Где все испохаблено реагентами И Изменившимся климатом Конечно Здравствуйте Звонок Как вас зовут Откуда вы Алло 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 Да слушаем вас Как вас зовут Откуда вы Меня зовут Леонид Я из города Кировска Вот Хибины Да слушаем вас Вот Мы в 2004 году С братом проехали На отечественных машинах С Кировска До города Билибина Есть такой Так Вот Вы сказали Что отечественные машины Могу плохие Надо раздатку Коротку Все прочее Мы За поездку 12300 километров Поменяли только По колесу Пробили По дороге И Один ремень На уазике Спроси как ехали Спроси как ехали Спроси Отлично Бесторина А как вы ехали Мы ехали Значит До Якутска Якутска До Нерингри Вернее До Устнеры Далее По Ковыме Зеленый мыс И потом Билибина На Чукотск Понятно Ну что ж Хорошо Я просто Я рассказывал Так сказать Свои ощущения Вы мерзкали свои Замечательно Вам повезло Может в то время Вот Наверное Если действительно Взять УАЗ Его разобрать Собрать снова Своими руками И из проверенных Комплектующих На этой машине Можно ездить вечно Я не сомневаюсь В этом И недаром Автомобили Которые имеют Какой-то пробег Которые побывали В руках у хозяина Зачастую стоят Дороже Новых автомобилей Потому что эти автомобили Уже Как бы Прошли через Человеческие руки Хозяйские Хозяйские Заботливые руки Здорово Здорово Если у вас есть Какие-то фотографии Если у вас есть Какое-то видео Вот этого пробега Вы что-то снимали Там Да То Пожалуйста Можем с вами поговорить Это очень ценный материал Который может быть Использован В нашей работе Естественно Со ссылкой на вас Спасибо еще раз За звонок Как будем бороться В этом году Со снегом Копать Копать Чего с ним бороться Для этого Мы везем с собой Два вида лопат Разных Одни альпинистские Я подумал Надо захватить Люди лопату не видели Вот эта лопата Была снята С пожарного щита В Батагае Да Вот это вот Поскольку лопаты Мы потеряли Остались без лопат По дурости своей Вот Пришлось в Батагае Срочно с пожарного щита Должить лопату Вот кстати момент Да Это мы сидим на брюхе Машина лежит Машина лежит на брюхе Сколько сидели Я уже забыл тогда Ну часа два Мы откапывались Часик слишком Мы же прокопали Еще вперед снег Там уже запружило Метров пятьдесят Все Да Да Но я думаю Метров сто Даже прокопали Вот это прокопано Все Да Да Запружило И мы копали Вот А это я Кстати Потому что Тогда я поставил Камеру на запись Она стояла Писала 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 Дело в том Мне не подводила дорога Фрилендер Без ничего Без ничего Естественно Ну Приходилось ему помогать В общем и целом Повторимся Мы ничего не имеем Против отечественного автопрома Мы желаем ему Здравствовать Желаем ему давать Качественные Хорошие автомобили Мы желаем ему Только одного Чтобы эти автомобили Были предсказуемы В своем поведении А для этого Они должны собираться Из Металл Нормальных комплектующих Понимаете В чем дело Вот И Чтобы эти автомобили Внушали уверенность И мы уверены Что наш автопром Способен это сделать Просто Видимо сейчас такая ситуация Когда нужно ему Немножко помочь Мы очень надеемся Что так и будет И мы с удовольствием Сами бы ездили На отечественных машинах Если бы еще выбор Был бы этих машин Таков Много зависит от хозяина Он же ухаживает за своим Безусловно Если машина Находится в хозяйских руках Если машина Конечно прошла Через человеческие руки Да Это совсем другое дело И довести до ума Можно все что угодно Звонок еще один Слушаем Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Александр Я из города Дедовска Очень приятно В Московской области У меня Не скромно Три вопроса Давайте Первый Я понял Что машины Вы используете Салонные комплектации Мазду я видел А Рейнджеры Вам приходилось Использовать В подобных условиях Форды Рейнджеры Форд Рейнджеры Ну вы знаете Что дело в том Что это машины Двойники Поэтому я не думаю Что здесь какое-то Принципиально Они собираются На одной линии На одном заводе На одном заводе В Таиланде Вот Вот в таких условиях К сожалению Ни Мазды Ни Рейнджеры Ехать не могут Это та наледь В которую мы уперлись И после чего Мы поняли Что нам надо Разворачивать оглобли И искать другую дорогу Это еще мелкая Они сказали Это еще мелкая Наледь Да Там выезжали Уралы У которых фары Были побиты И были побиты льдом Вот Еще метр Я понял Что с изменяемым просветом Лучше Да Ну что касается Конкретно Мазды И Рейнджера То никакой Принципиальной разницы Кроме оформления Передка И так сказать Декора В этих машинах нет Одна сборка Таиландская Одни и те же Моторные Все одно и то же Поэтому Здесь Вопрос Просто наверное Вкуса И все И второй такой вопрос У меня А вот Вы ездите Вы отбираете Конкурс у вас существует Или можно присоединиться Что вы говорите Извините Когда у вас поездки Эти организуются Вы производите Какой-то отбор Конкурс Или Присоединиться Я объясню Да Значит во-первых Ну Тогда Скиньте ваши координаты Все так сказать Там редакторам нашим Если есть такое желание Там Когда-нибудь куда-нибудь поехать Вот В принципе У нас все экипажи Формируются Из журналистов Которые Работают В автомобильных изданиях Наши коллеги Да В основном Это наши коллеги То есть У нас Не проходит Понимаете Это не Наши путешествия Это не коммерческая история Это не там Какие-то Так сказать Пробеги Которые ставят Своей целью Заработать деньги Там приз Какой-то У нас Другая совершенно Идеология Мы Занимаемся тем Что мы просто Едем по стране Снимаем это И рассказываем Об этом вам Да Поэтому Ездят журналисты Вот Если есть Просто желание Помочь Если есть Свободное место В машине Почему нет Конечно На своей Он хочет поехать Никаких проблем Нет На своей Если это соответствует Идеологии Пробега То тоже не вопрос Но повторимся Мы формируем Экипажи В основном Из журналистов Поэтому Об этих экспедициях О наших Вы можете Прочитать И в других Журналах В других Изданиях В частности Там За рулем Автомобили Оффроуд Драйв Масса Оффроуд Проект Масса Изданий Которые Интернет Сайтов Которые Рассказывают О всем Болтает На последний участок Как раз мы съехали С реки И мы пошли По тундре Вот собственно говоря К вопросу о том Что из себя представляет Тундра зимой И представьте себе Что летом Просто это все Растаяло Это кочки Это болотные кочки Это замерзшее болото Просто Не более того Здесь ты довольно таки Быстро едешь Местами ехали Это мы где-то К Верхоянскому хребту Наверное В районе Это мы От Сайдур К нам Это мы От Сайдур Пошли к нам Опять же Через хребет Глухаря здесь где-то Помните Да-да Здесь А помните Вот где-то В этих местах Мой 7-килограммовый Штатив Свернул Это Солярку Запасную И когда вся солярка Литров 5 солярки Разлилось Вот по этому салону Сзади Я вышел снимать Я вышел снимать Машину как-то Что-то желтый Льется с нее Мама родная Все Мне кажется Не берите с собой Пластмассовых емкостей У нас не был другой Много советов Можно дать На самом деле Да Что пластиковая тара Вообще конечно В холодном багажнике Это не лучший вариант Это все раскалывается Моментально Крошится Хрупкая Да Все это хрупкая Поэтому сейчас у нас Только металлические канистры Вот Все железное Очень Интересный момент Я хотел как раз Обратить Внимание Что Скорость 3 км в час Вот сколько мы ехали Да вот так Это безумно Выматывающая история Да Вот так Это Это А да Скиты Старобрядческие скиты Да Это Вот ради этого Хотя бы ради этого Дверь закрыта Туда попасть Потому что Прикоснуться Вот к этой Как бы одной из самых Трагичных историй Страниц в истории России Да Вот этот вот Раскол Исход старобрядцев Да Это страшное дело И когда ты понимаешь Куда ушли люди Чтобы спасти свою веру И где они жили И где они И как они жили Как они туда попали Это нереально Просто нереально Мне очень интересно Почему Почему пятигранник В форме пятигранника Или шестигранника даже Пяти Ты считал Пятигранник Пятигранник Сложно сказать Вот не задавались вопросом Может быть Наши зрители Как бы Да кстати Да Может кто-то знает Я знаю на Алтае Тоже вот строились бревен Вот тоже такие Пятиграненные Я не Не скажу пяти Но знаю что граненные Типа вот как юрта Только из бревен Кстати вопрос Вопрос Да Есть ли полнометражный фильм О путешествии Полнометражный документальный фильм О путешествии существует Это фестивальный фильм Но собственно говоря Как бы картинку Содержание его Да Вы могли бы увидеть В вот этих вот Шести программах Посвященных Экспедиции Которые Показывал Кателеканал Автоплюс Вот И По ним можно себе Полностью составить впечатление О том что с нами происходит И я надеюсь что может быть Даже мы эти шесть программ В ближайшее время повторим Пока мы будем ехать Объединить Новое путешествие Да Для того чтобы просто Вы имели представление О том что происходит Да И поскольку Канал Автоплюс Будет периодически Освещать Ход экспедиции Мы будем выходить В прямой эфир В рамках программы Попутчик Скидывать какие-то фотографии Может быть удастся Скинуть и видео Какое-то Да На каких-то Отрезков Да То как раз может быть Будет эффект Да Владимир Владимирович Эффект некого сравнения Да Как было тогда Как стало сейчас Вот Но Наш канал будет Следить за экспедицией И весь ход экспедиции Будем обязательно Освещать И рассказывать И в рамках программы Попутчик В прямом эфире И на нашем сайте Кстати говоря Тоже Вопрос по телефону Слушаем Здравствуйте Как вас зовут И откуда вы Алло Алло Да Здравствуйте Как вас зовут И откуда вы Город Рассандар Да Слушаем вас Можно Значит Такой вопрос у меня Такому авторитетному Киножурналу Как Топ Гир И его ведущим Вы не предлагали Случайно Поучаствовать У вас В экспедиции Чтобы как бы В Европе Больше узнать О России О ее Сиротах О ее красоте Я думаю Им бы понравилось Спасибо за вопрос Значит Это наша история Мы предлагаем Участвовать в этом Собственно говоря Мы предлагали Российской версии Журнала Топ Гир Участвовать В нашем проекте Но тогда у Топ Гира Была своя история С автомобилем На котором Они там Вроде как Ехали на Северный полюс Какая-то такая была Штука Поэтому У них свой Арктический проект У нас свой Арктический проект Эти проект Эти проекты К сожалению Не пересеклись Вот Собственно говоря Мы открыты Для предложений Если с их стороны Будет какой-то интерес Проявленный К нашей экспедиции Нет проблем Тем более Что мне тоже Доводилось на автомобили Несколько раньше Прошу прощения За так сказать Въезжать на Северный полюс Нежели Представителям Журнала Топ Гир В 99 году Мы въехали На Северный полюс На автомобиле Марш Вот Я вам честно скажу Что вот Экспедиции И поездки По тундре По крайнему северу Я имею ввиду По суше Не по льду Они экстремальнее Они жестче Если единственное Что нет необходимости Плавать По льдам Да Иногда бывают трещины И Желательно понимать Что автомобиль Должен уметь плавать Вот Но Во всем остальном Вот эта история Которую вы сейчас видите На своих экранах И та история Которую мы снова погружаемся Она жестче И опять там же люди живут Да И опять там живут люди Да Вот на льдине Вы не увидите никого Белые медведи На льдине белые медведи Да И Станция Борнео Где живут полярники И встреча с ними Это великая вещь Конечно Великий праздник На самом деле Вот там Замечательные люди Замечательные мужики Вот Но Они живут там временно Да А вот это Здесь люди живут веками Из поколения в поколение И вот К ним Прийти к ним в гости Да Это в общем Большая честь Для нас Вот я вот так сформулирую Ответ Вопрос О взаимоотношениях С сотрудниками ГИБДД По дороге Ну Хорошие ребята А нет Просто сотрудники ГИБДД Точно такие же люди Как и все Не надо смотреть Что он в форме Когда они останавливают Они чаще всего останавливают Для того Чтобы Ребята А вы куда А вот чего А вот как А расскажите Нормально интересующие Там А может что-нибудь у вас есть Там Вот мы им сувенир Там ручку подарим Там Или еще какой-то Диск какой-нибудь Да Диски с фильмами Они просто там На расхват И Я не знаю Я человек непопулярный Но просили все равно Даже поставить автограф Ну Приходилось это делать Вот за Андрея Вот Ну вот так вот Сотрудники ГИБДД Всегда замечательно относятся Нет Я тоже могу подтвердить Что Никаких проблем нет А Когда вы выезжаете из Якутска То там вообще никаких проблем нет Потому что там нет сотрудников ГИБДД дальше Вот просто Был один В Батагае Был один человек Которого вы ночью не заметили Он очень обиделся Мы так отвыкли от того Вы так отвыкли от того Что Так сказать Присутствуют сотрудники ГИБДД на дорогах Что Действительно Уже въехав в Батагае На самом деле это было четвертый час утра Да Спать уже Мы же абсолютно мертвые Мы были никакие Вот И мы действительно не заметили человека Который нам на перекрестке Махнул жезлом Палочкой Да Мы мимо проехали Нас догнали Как же вот так Вот думайте Из Москвы приехали Все А можно Мы вежливо извинились Сказали что мы правда Не заметили Спать хотим уже все Рассказали что мы и откуда И дальше никаких вопросов не было И с удовольствием Ребята сказали поставьте вот Да Они охраняли К нам под окна Да Мы будем вашу машину сторожить Да Чтобы вы не волновались Мы говорили что у проблемы Да нет конечно проблем никаких нет Ну так на всякий случай Что вам спокойнее спалось Да То есть вот собственно говоря Все взаимоотношения Сотрудники ГИБДД Я думаю что в этом году Ничего особого не изменится Они даже и спрашивали иногда Разрешение Ребят можно с вами сфотографировать С вашими машинами Да Было такое дело Было такое дело Будем надеяться что и сейчас Значит Попробую процитировать вас Владимир Иванович Что вы берете с собой 60 фотопленок И 50 гигабайт памяти Лицкого фотоаппарата Это вы говорили в прошлом году Да Ваши творческие планы Изменились Ну Внесены некоторые коррективы То есть как бы Больше хочется поснимать Как раз вот этот участок Начиная от Якутска И вот эта более северная сторона Потому что Я думаю что От Москвы И до Сковородино До поворота Вот Якутский тракт Я думаю что там В принципе как бы Если только нам что-то Природа или ситуация И подарит нечто Типа лесных пожаров На обратном пути Когда вы ехали в прошлом году Или там будет какая-нибудь Метель Буря Смерчи Ураганы Какая-нибудь молния Среди зимы Мало ли что может Природа на выдумке хитра Вот А вот Побережье Ледовитого океана Люди которые живут Вот в этих глухих местах Следы проживания людей Вот это конечно То есть Количественно все останется так же Но я думаю что Качественно что-то изменится Владимир Иванович Обещал искупаться Северного Ледовитого океана А что твое будет Внимание привлекать Как операторам Ну я большой опыт Сейчас подчеркнул После экспедиции по Байкалу Я посмотрел Я посмотрел этот фильм Сделал там свои минусы Там в голове Помню что-то что надо Что не надо Вот Да Именно сейчас вот Отдать должное нужно Я понимаю Я вижу что Чего не хватает А вот что не хватает Я не скажу Вы это увидите Я выкручился Из этой ситуации Вот Можете там Два фильма потом сравнить Одновременно И понять Что не хватало Побольше разнообразия Да Естественно Ну а мы со своей стороны Да Постараемся вас информировать О ходе нашей экспедиции Повторюсь Скидывать фотографии Скидывать какое-то видео Да Чтобы вы уже понимали По возможности По возможности По возможности Вот И нас ждет 20 февраля Экспедиция стартует То есть Завтра Да Завтра она стартует Из Москвы И В Тикси Мы Не будем загадывать Когда мы будем в Тикси Да Всего же экспедиция Ну примерно Планируется На два с небольшим Месяца Так что Вернется она в Москву Тогда Когда уже Мы будем Готовиться Зеленые листочки Да Будет уже зелень вокруг И настоящая Практически даже не весна А лето Вот И По северным меркам Да Вот Особенно по тем меркам Так вообще Да А в это время Там еще будут бушевать метели Да Что вот удивительно Так что дорогие друзья Следите за ходом экспедиции Вокруг Байкала 2009 Прошу прощения Вы уже следили за ней Москва Тикси Москва 2009 С организатором Который выступил Канал Автоплюс Следите за ходом экспедиции На нашем канале В прямом хирурхе Программа Попутчик На сайте Телеканала Автоплюс Ну и оставайтесь вообще с нами Вас ждет еще Много интересного И прежде всего Конечно Отчет об этой экспедиции Который мы Обязательно представим Вашему вниманию После ее окончания Надеемся Что все будет хорошо Счастливо 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 Счастливо